ты думаешь америка это рай ты думаешь только в америке найдешь себя высокие зарплаты забота о тебе образование работа высокие пенсии забота государства все для тебя но так ли это на самом деле ребята мои приключения продолжаются короче говоря у меня сгорел моторчик для дворников по сути я его сам нечаянно сжег у меня дворники не очень плотно прилегали к стеклу я купил специальные пружины поставил одну на 1 1 этот дворник вот работала она эта пружина слетела я в общем ее нашел она не потерялась я ее нашел там изогнул поставил еще раз и подумала поставлю я я вторую на 2 поставил вторую и наверное это было слишком такое как бы большое сопротивление и короче у меня сгорел моторчик ни у кого здесь нет я позвонил дилеру тут недалеко volvo dealer у них нет только через неделю они получат вот ближайший моторчик где есть в винипеге а мне до винипега тысяча сто двадцать один километр ну и погода вы увидели сейчас я разверну камеру и погода вот такая как вы видите просто пипец я не знаю как я доеду по такой погоде без без дворников но по сути мне надо останавливаться вылазить из окна вручную рукой дергать в дворник вверх вниз там пару раз чтобы хоть как-то очистить и ехать дальше это просто это просто кошмар вот это то что называется езда по канаде по ебеням где ничего нет ничего нет в общем как говорится не работа а сказка одни приключения контент для вас сыпется просто сука как из рога изобилия вы знаете лучше без спокойненько проехал и сказал что ничего не случилось загрузился разгрузился доехал и ничего не случилось но это не наш случай так ребята новости хорошие не придется мне ехать 1120 километров я умудрился найти моторчик здесь я уже проехал это место есть какой-то гараж это не дилер но у них есть такие моторчики вот и они сказали моторчик стоит что-то по-моему 150 долларов и они сказали что они могут поменять сегодня работы на час и в час это стоит 200 200 долларов в час но выбора нет я я в ебенях выбора нет поэтому сейчас еду назад 20 25 минут езды назад я в такую погоду не хочу я ехать в винипег тем более там все равно все равно будет принципе те же самые деньги ну нет дилер не берет 200 долларов в час они берут где-то 200 140 но разница не очень большая так что в принципе мне очень повезло так ребята но короче вот моторчик тут три болта и один еще в общем три на 10 один болт на 13 не заработают они они на мне 200 долларов я короче говоря купил моторчик и купил к набор ключей за 60 баксов и сейчас я это все поменяю сам ну и ключи останутся ключи такие не дешевые с рачетами вот так что останутся мне ключи пригодятся в хозяйстве у меня есть но как бы ключи баллонники а здесь здесь вот такие так что сейчас я сам поменяю снимать я не буду тут идет так скажем не самая лучшая погода не самая плохая но не самая лучшая поэтому нет времени у меня в общем меняем сами и едем дальше так ребята ну в общем все новенький моторчик стоит сейчас я тут еще закреплю проводок на мне 200 баксов не заработаешь все все работает сейчас покажу закреплю сейчас и покажу ну вот все работает как новенькие скрипят правда но ничего так ладно поехали дальше приключения продолжаются хотя в душе надеюсь что это последнее приключение в этой поездке забыл я вам сказать для вашей ну так информация у меня ж познавательный канал я же вам рассказываю все как есть как говорится реальная история из жизни дальнобойщиков ничего не преувеличиваю значит смотрите вот этот моторчик мне обошелся без налогов сто двадцать шесть долларов за 63 доллара я купил ключи у меня есть ключи но они там с этими ратчетами то есть не на можно вот в общем кто знает тот понимает в общем не на в общем ключи дорогие и все вместе вместе с налогами мне это обошлось двести четырнадцать долларов пятьдесят два цента поменял я самостоятельно бесплатно а так мне бы это обошлось больше трехсот долларов что-то там за херня какая-то валялась охереть можно что-то он потерял сейчас надо остановиться и посмотреть не пробил ли я себе чего-нибудь там картер или еще что-то сука ну и дороги блин так ладно в общем надеюсь что все порядке ребята просто можно ебануться пробил пробил бак короче ребята полная жопа 2 я перекрыл а с этого видите все равно идет надо будет менять весь весь бак так ребята ну в общем это уже следующий день я как вы видели я забил туда деревянный кол установил струбцину для того чтобы она поддерживала кол именно в этом положении в принципе я пытался за залить пластмассой для того чтобы еще уменьшить протечку залить пластмассы которая из пистолета как он называется я не знаю в общем который расплавляет пластмассу но она нифига я обезжирил я обезжирил виндексом протер в принципе вроде так сухо было но она ничего не клеит также точно как какие-то такие вещи наподобие как жидкая сварка это тоже нифига солярка это такая вещь которая ни хрена не ты ничем не заклеишь так что этот кол в общем то это самое правильное единственное решение у меня надежда на то что кол размокнет и ну как бы увеличится в размерах он от жидкости дерева разбухает и надеюсь что еще больше это за залепиться я пытался мылом пытался еще там затереть но мылом не получается короче говоря накапала за ночь за 6 часов ну наверное в принципе накапала литра два так что это не так плохо я думаю что скорее всего наверное в таком состоянии мне придется не только доехать до Виннипега Калгари а еще вернуться в Торонто или Монреаль потому что я узнавал нету нигде этих баков вот узнавал у дилера в Виннипеге они сказали ждать месяц нигде нет ждать месяц так что как то так вот я доеду ладно вылажу отсюда из под трака ну сейчас я разогрелся еду решил покушать честно говоря когда я ложился спать я не знал сколько у меня там вытечет солярки подставил ведро на всякий случай ну хоть что то как говорится спасти ну ведро вытекло совсем немного накапало накапало совсем немного это радует да есть как бы потери по солярке но это это фигня я думаю что я думаю что так я доеду и до Торонто по крайней мере спал я спал я без отопления опять таки по той же самой причине что я не знал сколько вытечет солярки я решил думаю ну я хотя бы на отоплении сэкономлю я не знаю сколько берет эта система отопления вебаста вот здесь сейчас минус 3 я одел чуть не чихнул я одел кальсоны я одел шапку я был под тремя одеялами в общем нет я не замерз я был в шерстяных носках то есть я вообще в носках сплю а то еще и в шерстяных сверху обычных так что проснулся конечно холодно вот но с таким знаете замиранием сердца полез под трак для того чтобы посмотреть что там происходит трак за ночь присел и придавил это ведро ведро пла пластика вот пришлось завести двигатель чтобы подвеска подняла трак вытащил я это ведро увидел что там в принципе не такая и беда то есть если за 6 часов я столько теряю то в принципе это как говорится при моих условиях то что здесь случилось это минимум того что мало бы произойти так что следующую ночь я думаю я уже буду спать с отоплением хотя кто его знает может быть и без ладно ребята на этом мой репортаж заканчивается буду сейчас его монтировать после того как позавтракаю для того чтобы вам показать все обсуждайте не забывайте про лайки не забывайте про обсуждение вот и я напоминаю что я сделал канал на яндекс дзен вот подписывайтесь потому что судя по всему youtube скоро в общем то отойдет из нашего пользования так что всем добра с уважением БН всё так у Продолжение следует...